Rainbow English учебник 4 класс 2 часть Упражнение 5 Нам нужно поработать в парах, задать друг другу вопросы с помощью таблицы Вопросы в прошедшем времени задаются с помощью расставления в начало вспомогательного глагола did После него идет подлежащее, то есть вместо you тут, конечно, может быть и я, и ты, и вы, и мистер Браун какой-то Главное поставить вот этот did в начале Потом идет сам глагол в первой форме Вот здесь ни в коем случае не ставьте окончание иди То есть тут всегда будет did, потом подлежащее, а потом глагол в первой форме, ну и какие-то концовки в итоге Так что вы друг другу задаете вопросы, отвечать на них так Если вы с did видите начало вопроса, отвечать нужно коротко Если спрашивает у вас, то вы, конечно, про себя отвечаете I И будет звучать так Или yes, I did, то есть если да Или no, I didn't, если нет Вот эти I did и I didn't можно даже не переводить То есть можно просто сказать да в переводе или нет А вот сказать полностью фразу придется и написать ее Поэтому давайте сейчас составим вопросы и переведем то, что вы можете здесь вообще спросить Did you go to the shop? Ну, допустим, yesterday Ты ходил в магазин вчера? Did you play computer games last weekend? Ты играл в компьютерные игры на прошлых выходных? Did you watch television in the morning? Ты То есть вот этот did не переводите Он просто указывает, что у нас дальше прошедшее время идет в вопросе Ты, так, что у нас там, смотрел телевизор утром? Did you read a book yesterday evening? Ты читал книгу вчера вечером? Did you ride a bike on Sunday? Ты катался на велосипеде в воскресенье? Did you have lunch last? Ну, тут не очень звучит, конечно, но ладно, пусть будет То есть у нас, получается, прошлым летом А have lunch – это обедать То есть, конечно, звучит не очень, но так по порядку уже пошли Did you clean your room? В концовке, в общем, не говорим То есть, понятно, по переводу я потом отдельно их еще скажу Убирал ли ты свою комнату? Did you help your parents? Помогал ли ты своим родителям? Did you cook? Готовил ли ты? Did you meet your friends? Встречал ли ты своих друзей? Did you enjoy your dinner? Насладился? Ну, в смысле, как понравился ли тебе твой ужин? И еще разочек по концовкам Yesterday – вчера Last weekend На прошлых выходных In the morning – утром Yesterday – evening Вчера вечером On Sunday – воскресенье Last summer – прошлым летом Так что компонуйте, вот как вам удобно Как по смыслу вам нужно поставить И записывайте вопросы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...